Азербайджан очень многого добился за последние годы и прежде всего решая свою главную проблему – возврата земель, которые долгое время, ну просто в пустыню превращались, тяжелая история, но земли возвращены, их надо возрождать. Это гораздо, наверное, будет длительнее и не менее тяжелая проблема и задача, которую Азербайджану придется решить. Я припоминал те времена, когда мы с Лихак Гедаевичем обсуждали эту проблему, и тогда он мне об этом говорил, что настанет тот период, тяжелейший период, когда нам надо будет возвращать людей. И вы очень правильно взяли курс на то, что мало людей вернуть, их надо поселить в хорошие, комфортабельные дома, потому что многие уже родились в городах, и одно дело переселить туда, а еще и поселить их в хорошие дома или квартиры. Но и этого мало, надо создать рабочие места. То, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляя, сделаем так, как никто больше в мире не сделает, из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана. У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота в примерно 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что следующее заседание межправокомиссии в Минске, и с учетом сегодняшних договоренностей, и то, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, мы вышли на новые задачи, на новые решения задач, преждения некоторых вопросов, и договорились о том, что эта дорожная карта в Минске, межправокомиссии, будет актуализирована. Что-то уже устарело, появляются новые проблемы, все там будет отражено в этом плане, и когда здесь состоится конференция международная по климату, скорее всего, я на ней буду, я планирую, мы снова, может, в более узком составе встретимся с Ильхом Гейдаревичем, и там сопредседатели нашей межправокомиссии доложат, а что же это за карта, а что сделано по этой карте, мы же не будем ждать, пока нарисуют министры карту, а потом со следующего года начнем. По каким-то вопросам так и будет, но есть ряд вопросов, которые уже надо не прорабатывать, а начинать реализовывать завтра. Мы договорились о производстве совместных минеральных удобрений, комплексных, ну а что тут медлить, надо смешивать, делать комплексные смешанные удобрения, и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан где-то не просил какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион, а он колоссальный, Иран, Пакистан, Индия, они потребляют огромное количество минеральных удобрений, мы предложим комплексные. Поэтому вот такой вопрос, его уже надо начинать решать и до ноября продвинуться. Такие задачи были поставлены. Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника и МТЗ совместное производство, мазовской техники совместное производство, пожарной техники совместное производство, по производству лифтового оборудования, особенно старые лифты, еще в советских домах, квартирах, их надо менять. Мы сохранили это производство. Мы готовы здесь вместе с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику. Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной техники железнодорожной и платформы, и цистерны. У нас компетенции хорошие, у нас есть компании, заводы, которые их производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники. В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитного скота, коров. Прежде всего, для того, чтобы полностью удовлетворили потребности в молоке, мясе крупнорогатого скота, мы поставим вам. Более того, мы готовы вам построить по опыту белорусскому агрогородок и инфраструктуру всю, и рабочие места создать. То есть построить комплексы, а также помогать создавать фермерские хозяйства. Такой опыт у нас от Венесуэлы, начиная есть. Но это же не Венесуэла, это рядом, на одном языке, разговариваем, понимаем друг друга. Поэтому мы для начала построим вам такой агрогородок с рабочими местами. Вы посмотрите, если это вам подходит, мы будем их тиражировать. Тем более, мы имеем сегодня колоссальное богатство наше. Это леса, древесины у нас столько, что в Азербайджане это дефицит. Природа в этом плане нас наградила. Мы готовы создавать для вас дома с дерева. У нас практика в Беларуси распространена. Дом сюда в разобранном виде в вагоне привезли. За неделю поставили, он под крышей на фундаменте. Так, как делаем в Беларуси. Если это для вас подойдет, мы на возрождаемых землях, у вас территориях, готовы поставлять вам и строить такие дома. Словом, большой, очень-очень большой план, и мы будем работать. Что касается фармацевтики, лекарств, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам очень нужны, и создавать здесь совместное производство по лекарствам и ветпрепарат по технологии, которые мы умеем изготовлять в Беларуси. Это тоже очень большая программа, и программа, которая никому не мешает в Азербайджане работать. Мы здесь противоречия никому не уходим, даже и конкуренцию никому не составляем, хотя конкуренция должна быть. Словом, многое можем сделать и в гуманитарной сфере. Будем с вами сотрудничать в области спорта, здравоохранения, образования, и в том числе опыт работы наших профтехучилищ, раньше, как их называли, ПТУ. Мы готовы здесь возрождать и помогать на новой основе создавать профтехобразование объекты. Опыт такой у нас есть большой, тем более мы сохранили еще их с советских времен. А сегодня рабочие специальности очень востребованы и у нас, и в России, и в других странах СНГ, и в Азербайджане. Хам Гейдарович попросил, чтобы мы занялись этой работой. Мы будем обязательно вместе с вашими специалистами эту работу проводить. Да, мы обсуждали вопросы безопасности в регионах. Хам Гейдарович очень подробно проинформирует меня о том, что происходит здесь. Неспокойный регион, и слава Богу, что здесь появился очень мощный нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан, вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы очень надеемся. Те, кто не живут, народы на Кавказе, поэтому это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Но, тем не менее, никуда не денетесь. Так, время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за Кавказский регион как лидеры. Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине подробнейшим образом. Оценки точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. И опыт Азербайджана послевоенного устройства здесь, мирного устройства, очень важен и для нашего региона. Мы очень доверительно разговариваем друг с другом. У нас нет никаких секретов ни в личном плане, ни в межгосударственном. Это способствует тому, чтобы наши министры также разговаривали и разговаривают уже на такой же ноте. И я лично жду от части правительства, которые с визитом здесь, что они уедут со своей программой сотрудничеством с нашими азербайджанскими товарищами. И что приятно, что у нас вот где-то около 400 миллионов товарооборот. Уже сегодня с подачи азербайджанских министров мы начали выговаривать 1 миллиард. Это будет очень крупный шаг. Может быть, в два приема мы это сделаем. Сначала 500 миллионов получим товарооборот буквально в течение года-полутора. Ну и определенного времени мы выйдем на миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы покупаем в недрюжественных странах, к примеру, какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны, ни на что не глядя сейчас момент, отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу. Хам Геннадьевич, я приглашаю вас в Беларусь. Приеду в наибрек к вам, обсудим. Ну и вы уже должны побывать в Беларуси, хотя мы очень часто обмениваемся визитами. Будем, как договорились, видеть рады вашего премьер-министра накануне, которая подготовит ваш визит уже к нам. И самое главное, вот как другу, моему личному другу, вам, и как братскому народу, я желаю, чтобы вы вот этот тяжелейший период возрождения прошли без всяких потерь и реализовали те планы, которые перед вами возникли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова